давно не было постельных сцен вот и справляюсь доброе утро доброе утро мои дорогие доброе утро надо просыпаться надо вставать время уже начало 11 надо идти на море артемка ждет вечера вчера пришла домой помыла волосы и думаю чтобы не подмерзнуть надену футболочку но тут галеком тут без трусов ну короче все как обычно потому что у нас сейчас ночь что 20 градусов и ночью 20 днем конечно же к 30 телефон разряжен все разряжено есть хочу как волк как волчара двери в комнату закрыла вот эти вот чтобы светло не было а это шторы закрыла все равно светит а двери закрыла чтобы максимально было темно потому что эту ночь мне нужно было выспаться хорошо так капитально мне надо было выспаться потому что предыдущую ночь давай расскажу короче у меня вот что я был прямой эфир я выпила две бутылки шампанского открыла третью и мне так мне было весело так мне было хорошо так мне было комфортно в итоге я после прямого эфира после прямого эфира я прилегла мне так стало жарко я прилегла вот сюда на кровать вперед под кондиционер включила кондиционер закрыла окна двери и заснула короче я заснула и проснулась только в 9 часов и пошла и пошла на салют пошла гулять в этот можем в этот день был день республики я че радовалась я че радовалась короче я обучал один республики я отмечала день комсомола и какое отношение только я имею них первого не ко второму празднику я не имею никакого отношения ну короче короче она праздновала существовала праздника день республики в турции но здесь и день комсомола за один праздник бутылка шампанского за другой праздник бутылка шампанского третью бутылку шампанского я тоже открыла но я видимо не нашла праздника не нашла повода чтобы ее допить она у меня стоит в холодильнике можно допить его учете или завтра а так вот-вот и ты представляете я считаю выхирилась днем там а ночью не спала я вчера утром я вчера утром заснула это считать я не спала ночь с воскресенья на понедельник я вчера утром заснула после намаза после утреннего и после утреннего азана уже после пяти часов и проснулась в девять и весь день такой у меня был ни шатка ни валка но я тут короче чуть-чуть по хозяйству короче поела полежала и вечером пошла 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 встретилась со своим тортиком вместе сходили с ним в магазин купили цветы недостающие в вазе то купила треветки потом пошли к нему посидели полежали поели груш яблоков ну короче и я домой пришла короче в 11 часов помыла волосы в 11 часов помыла волосы и с полотенцем легла и вот они у меня высохли слава тебе господи пирожок не видно нет никакого печально этим фактом что пирожок не видно а ну рассмотрите а ну ла 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 чего надо вставать вставайте на море есть хочу сюда как волк как волчара дома еда есть много готовить я ничего не приготовила ножки достала так все без справедления мне нужно снять постельное белье поставить его в стирку и пойти купаться в море и ждите сейчас буду вставать шортики уже надела посетила как хомяк спал вот так вот блядь все накрутила все все с него и даже минут 11 вышел из парни счастливый человек так вот это вот цветы здесь эти покупала за 250 за ветку вот эти вот 230 но они немножко мельче здесь три ветки белая розовая и вот такая тоже коричневая составлю будет очень красиво смотреться очень красиво так наташа мне подарила флаг российской федерации него нужно постирать и буду им пользоваться так посмотрите посмотрите только грязная господи кофе хочу кофе хочу новостей хочу хорошего хочу хороших новостей как алкаш да пепел после прямого эфира реально вы думаете я сожалею посуды вон бокал не помытым тут то все чисто тут то это плита числа шляхи не затрагивалась я ела колбасу хлеб сыр можно было приготовить но я ничего не приготовила но я цветочки же что цветочки же а кстати я ведь не пила больше вот я по две бутылки шампанского выпала мы там вечером гуляли на салют ходили там артема надо было войтики посмотреть башмаки там и зимний обувь смотрел мы вот с наташей с вадимом гуляли я больше не пила выпила две бутылочки шампанского стала эрикова они пишут голосовое сообщение инна сегодня утром получила куда вы пропали все ли у вас в порядке что-то после прямого эфира вы пропали вы что-то думает в алкогольной коме я или чё с кофейку хребну сбегала помыла турку я сейчас кофе сливаю в этот в унитаз чтобы вот тут не засорилась кофе сливаю в унитаз а что делать так 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 здесь ходит в турочку налить сейчас выльем все запасики воды я вчера кстати кофе не пила но чтобы свой организм в норму привести там и то и сю и пятое и десятое вышло уже под вечер мы встретились с моим тортиком возле юос пола там прошли под амлатаж по улице потому что мне нужно было в тот магазин где цветы покупала а у него там дом недалеко куда у меня ключи я пошла домой к нему а он пошел в мигрус купить фрукты фрукты воды пришел я уже галехонько это пошутила пошутила не открыт а одной рукой нет сил чо волосы не чесаны ну ничего страшного по поводу лилии обязательно буду брать обязательно но вот сейчас у меня только четыре ветки лилии вот потому что их под заказ приводит я ему оставила номер телефона он не позвонит я заберу свои лилии бегу не надо чтобы это 6 тоже сыр было потому что изначально предполагается за может мне их и не там изначально предполагалось тоже три детки будет богатенько смотреться они для них да не богатенько ни фига не богатенько такое ощущение что камеру надо протереть а ну так лучше вот так вот посоединить очень красивый одна и та же фирма но цветочки и даже не развязаны можно очень красиво можно и не развязывать я там на дно вазы я там на дно вазы положила пакеты чтобы они маленько были уплотненные просто так еще знаете вести борьбу с цветами купите попробуйте кстати все вместе вышло 7000 ваза цветы 75 это еще бы для мамы посчитала посчитала ваза 90 теле смотрите куда вот видите в стул надо их поставить ваза 90 теле потом цветы первые 1255 веток потом вот эти вот 690 и того на курс доллара на курс лиры вернее неправильно говорю и кого 7000 букет что 7000 букет еще в сумле ставить надо Какая у меня разница, здесь я буду на море, да, или в одиннадцать? Ну, какая разница? Сделаю все свои дела. Поем, выпью кофе. Волосы не расчесывала. Перед мытьем расчесывала. А, нет, не расчесывала тоже. Я волос, а, нет, расчесывала. Когда на свидание я пошла к своему тортику. Расчесывала, вспомнила. Волосы хорошо прокрашены, я довольна. Я довольна очень. У меня ни разу не было, что я как-то недовольна результатом окрашивания своих волос. Допустим, когда я это делала сама, ни разу. У меня всегда волос исключительно мягкий, исключительно непереженый, всегда прокрашены, всегда довольна результатом. Девчонки, я не рекламирую. Сами понимаете, мне за это не заплачено. Но вот можете посмотреть, я пользуюсь вот такой вот. Много раз уже показывала. Много раз. Вот такой окна я крашусь. Вот такая окна. Вот горький шоколад. Так это горький шоколад. В этот раз я брала вот шоколад и горький шоколад, и смешивала. И вот и наносила, и руками, и расчесывала расческой. Вот у меня специально тут есть причиндалы. Это из фикс-прайса, это фигня. Я кисточка и расческой вот так вот разносила все равномерно. И перчатками вот так вот. И я не знаю, очень даже хорошо, девочки. Всегда волос. Ходить вот по этим парикмахерским, отдавать какие-то вообще баснословные деньги за окрашивание. За какое, блядь, предоокрашивание. Вам там в лучшем случае нахерачат. Ну, наши, здесь, в Турции, это за 100%. Наши-то нет. Наши-то, наши-то, наши-то в России нормально. Одни из самых лучших мастеров в мире. Но и все равно встречаются такие случаи, что наху-наху и вертят. Конечно, встречаются. У меня вот я краской покрасилась хной. Расчешу-то меня, это... Спалая, мокрое полотенце сняла. А, вам краску хотела показать. Хотела сказать, зачем я сюда вообще зашла? Окружалась. Сейчас от кофе хлебну. Пойдем, наверное, зайду в газлимышную. Но кофе попью обязательно. Машину сейчас поставлю стирать. Ну, то есть, а пятая, десятая. Видите, кофе почти сварился. Нужно поймать момент, чтобы не убежала. Так, так, кофе, 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 кофе. Так, я пошла, сниму. Пока кофе остывает, это все равно у меня есть 10 минут, я пошла, сниму постельное белье. Вот это вот. Ее надо снять. Посмотрите, какая я, какая я милая девчонка. Какая я милая девчонка. О, Господи, обожаю себя. Обожаю. Красивая бабы я не видала. И не увижу, потому что я самая красивая. Так, вот это нужно снять и поставить в стиралку. Но еще перед этим нужно протрясти, естественно. Вот бы, знаете, научиться делать на ускорении, да? Вот это вот так, щик-щик-щик. А я не умею делать на ускорении. Я вообще ни хера не умею делать. Каким-то чудо-чудным, дивом-дивным получилось так, что я стала популярным блогером. Я вообще ничего не умею делать. И самое-то, что, знаете, самое-то, что идеальное, самое-то, что, может быть, идеальное для меня, я даже не учиться не хочу. Я знаю, что харизмой вывезем новые домики для этих надела. Вот так вот поставлю стирочку. Стирочку, стирочку, стирочку. Простыня, простыня, простыня. Я, короче, всегда делаю, снимаю постельное белье, и после этого я его хлопаю. Всегда. У меня в стиральном машине белье, так надо открыть двери. Сейчас, подожди. Где, блядь, это пробка от Шарканского, которая двери подпирает. Сейчас, сейчас. Ой, блядь, давай еще шторы вырви. Все сделаю, да пойду на море. Чего, дай мне торопиться. Нет, я давай сейчас все брошу на полпути. Как выспалась, так выспалась. Что, блядь, нет? Как выспалась, так выспалась. Смотрю. А-а-а! Сейчас я все быстренько, быстренько. Так, это здесь. На наволочке у меня есть пятно. Мне нужно его встряхнуть. Все, посмотрю, где какие пятна есть. Там есть у меня пятнышко, короче, от волос, от краски. Сейчас я побрызгаю пятна выводителем. В машинку поставлю. И встречаемся на балконе. И встречаемся на балконе. Сейчас я тут по-быренькому, без вас. Так, мои любимые, я связала прутики между собой у основания. И поставила. И поставила. Очень красиво. Очень красиво. Очень мне нравится. И причем высота цветка не доходит до розетки. Все прекрасно, идеально. И вот эта вот ваза, пускай она пластиковая, пускай. Но она у меня очень хорошо подошла под плитку. Вот. Сейчас хлопать. Белье к стирке готово. Все перетрясла. Все пересмотрела на пятна. Где были пятна от краски для волос, от шоколада. Я жжу в постели шоколад. Все побрызгала. Все. Так, коврик ванной тоже сняла. Тоже на предмет волос все рассмотрела. Сейчас загружать, загружать и спокойно пить кофе. Спокойно пить кофе. Вся упрела пока вот это вот все делала. Вся упрела. Ну а что делать? Домашние дела. Домашние дела их никто не отменял. В шкаф вас задвинула. Да. Здесь у меня еще в стиральной машинке уже приготовленная к стирке мое голубое платье домашнее. И платье с пончиками. Тоже здесь. Я вот думаю, не лишка ли я нагрузила. Барабан как-то не очень хорошо прокручивается. Коврик не буду класть вот этот вот. Коврик постираю потом. Потому что нужно же, чтобы все простиралось. Все прополоскалось. Чтобы так крутился барабан очень хорошо. Поставлю не на 15 минут. Поставлю чуть подольше. На часик. На часик. На часик. На часик. Так, ежедневная. Ежедневная. 60 градусов. Этот коврик потом состернул. Я его вот недавно стирала. Выглядит, да, таким небелым. Таким вообще прям небелоснежным. Ну, блядь, хули, правда. А потом беленькая, а потом состернул. Тем более вот эту вот футболку надо стирать. Ну, что так довольна цветами. Так довольна. Очень просто. Очень. Все. Кофе. Сейчас я могу выпить кофе. Выкурить сигарету. Боже. Вы гляньте, какой волшебный напиток. И в той горячести, в какой мне надо. Господи. И в той горячести. И в той крепости. Да боже ж ты мой. Да боже ж ты мой. Ну, естественно, тут пока бегала. Тут стол стерла. Все стерла. Там в турке. В турке. Еще остатки кофе на турку забрать. С собой на балкон, чтобы не бегать 10 раз. Это потом. Кстати, очень хорошее средство делать. Вот это вот. Очень хорошее. Я прям им довольна. Турка. Шоколад брать не буду. Шоколадку сожрала вечером. Шоколадку сожрала. Вечером, когда спать ложилась. Потом выброси. Размерами какой флаг? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Наташа говорит, а тебе флаг не надо? Я говорю, надо. Она говорит, у тебя нет? Она говорит, у тебя есть флаг? Я говорю, нет. Она говорит, а тебе не надо? Говорю, надо. Она говорит, я не привезла. Представляете, помимо всех. тех прочих подарков еще у меня флаг российской федерации а ну а ну а ну а ну а ну просто у нас жарко я сейчас не могу в нем сидеть уже такой нейлоновый а я в прессе а вы знаете что он меня будет защищать от юге потому что раскроет будут во флаге сидеть со стернул его этим белая была у меня есть собеса босса стерну на руках все буду зажигалка а то тюрка тут валяется упала взять смахнула и со стола нечаянно пепельница только что пока ходила белье трясла мне нужно было шторы отодвинуть наволочки с одной стороны стрясти с другой стороны трясти это знаете волосы собрать все же в поту все же это передача была в махачкале то аэропорт а рейс из израиля который приехал прилетел отводили итоги вот этого всего события как быстро устранили непорядки о том кто установили уже лица причастных ответственных ну конечно же так делать нельзя на территории российского государства на территории правового государства так делать нельзя нельзя конечно же виновные будут наказаны другой момент другой момент мужчины показали свою гражданскую позицию но так тоже делать нельзя этим рейсом прилетели все и женщины и дети включая наши наши граждане которые там были на лечении которые там были без разницы где это наши граждане это не захватчики прилетели с земли с отсюда и со священной нельзя такого кровь горячего наших мужчин в дагестане но делать такого нельзя но если это было все про спонсировано западом это естественно туда же как статьи не надо бабки ходить но так делать нельзя никакие конфликты никакие волнения на территории российской федерации быть не должно быть не должно и этот борт который прилетел не должно быть это наши граждане прилетели наши граждане самолет посадили людям предоставили безопасное место конечно же нас владимир владимирович он это сразу же отреагировал нельзя мы все должны быть защищены мы живем в одной стране мы живем по одним законам я не думаю что на этом самолете прилетела пугачева с галкины если бы вот эти двое прилетели то ну туда то это вы безусловно правы а если там прилетели люди дети женщины наши вообще просто не смейте на водитель и беспорядки не смейте с другой стороны красивый парень кастрюшка нелепая и футболка кирпичного цвета вот так вот вот видите шторы тут вам сейчас не показать так что у меня машинка достирала я кофе попила я кофе попила будем считать артем сегодня улетает вечером но трансфер все знаю всю цепочку этих но сказать не могу будет все на мази потом все скажу настроение хорошее у меня похмелье вчера никакого не было абсолютно меня просто я кто что я а после прямого эфира заснула и проснулась вечером я эту норму сна выспала и ночью я была бессонная у меня вчера голова болела только лишь как сказать но они болела вечер вот она уже безусловно отошла мне тортик пишет сработать потому что дорогая чё делаешь я лежу вот так вот что случилось если я плохо чувствуешь я плохо ночь спала он говорит я тоже ночь плохо спал и я говорит заснул в четвертом часу утра потом проснулся намаз делать потому что все равно спал вот так вот так обычно утром не встает на нас ну когда у родителей встает на этом потом говорит стал намаз сделал потом снова лег а потом уже вставать нужно на работу в 7 7 20 7 25 он встает вчера мне первый раз дал ключи от своего дома а мы там ходили по магазинам ну как покупали якуб я покупала сама я сама платила не от они он не купил я сама платила потому что мне деньги прислали мои подписчики на цветочки и еще вы мне прислали на лилии очень хороший был стрим и в миде и же много прислали огромное вам спасибо я сама заплатила и отмиграться там недалеко же от него и он такой говорит мне иди поднимайся я говорю давайте здесь подожду я схожу за водой схожу за фруктами и он говорит нет нет иди поднимайся а дом тоже блять без лифта до четвертый этаж там пока до идешь блять 7 потов сойдет на улице ведь 29 и даже вечером даже 8 часов 29 я пока дай это пока открыла окно в салоне раздернула шторы включила телевизор все сам хожу там как когда мы правительниц такая встала на балкон потом смотрю идет такой бутылка воды и пятилитровая такая пакет с фруктами шоколад там еще был кофе домой короче мы кофе не пили кофе просто него до дома заканчивается идет такой маша только не едино и добра себя какая семейная пара что это я такое несу наташа вадим тоже уезжают и первого числа сегодня 31 наташа вадим улетают сегодня нужно с артёмом встретиться с наташей вадимом встретиться ну игра вечер и игра вечером у тортика у моего отменилась мне все рассказал потому что не набрали команду футбол начал играть так смешно у него мышцы болят короче мышцы болят вот ему растирала мышцы эти боли и раньше всегда на вот это спортивный спортивный парень он душечка такой бегал говорит нет бегать не мое игре футбол в эту футбол что мы с ребятами с работы на на их на их стадионе от работы но на сегодняшнюю игру команда не набралась короче мои пупсики не буду затягивать не буду затягивать телефон вот это вот когда я начала снимать он был 51 процент а сейчас видео сам мантерну ну как сказать соединию кусочки вот это вот волосы чесала видите краска от волос ну краска хна короче видео соединю поставлю на зарядку поэтому купаться к морю тот телефон же 2 заряжается его возьму если что-то буду снимать буду снимать на старый телефон на самсунг а 51 этот оставлю дома на зарядке плавайте буду два часика маленькие очень понравились иришки мои очень понравились она горит и нуля так дорого стоит сделать красивым дом благоустройство ну я вот и посчитала говорю 7000 спасибо вам благодаря вам у меня красивые цветы это вы мне подарили да это вы мне подарили но многие просто у меня день рождения было многие просто меня не дарили ничего на день рождения вот решили на прямом эфире многие дарили и так и так и еще там одна девушка мне прислала 400 рублей а уже после стрима и еще одна прислала 200 огромное вам спасибо даже если я ваши имена не назвала в прямом эфире видео я денежки получаю так а говорю ой дай бог здоровья дай бог здоровья я всегда так я с благодарностью богу людям в жизни живу с открытым сердцем и это не смешно прослезли лась все мои пупсики конец видео так длинное получилось конец ее